А сейчас новости от телеканала Панорама ТВ, входящего в наш медиахолдинг. Как минимум 30 российских регионов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь, сообщают наши коллеги с известий. А в Курской, Белгородской и Брянской областях гражданам и вовсе запретили любое использование пиротехники. О том, как относятся к фейерверкам тверетяне, расскажет и покажет наша съемочная группа. В преддверии Нового года россияне начали активно запасаться фейерверками. По данным ресурса Чек-Индекс, с начала декабря 2022 года салютов и петард купили на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными видами пиротехники оказались изделия на 10-20 залпов, петарды в коробках по 40-60 штук и бенгальские свечи. Мы поинтересовались у жителей Твери, как они относятся к фейерверкам и стоит ли их запрещать в новогоднюю ночь. Не надо запрещать, все хорошо. Сколько вы раз запускаете вообще? Ну сколько на это денег тратите? Ну как получится. Мы от всем альфа-баром сбрасываемся обычно. Иногда там тысяч пять выходит. Не жалко денег? Нет, не жалко. А ни разу не жаловался никто на шум? Нет, такого не припомню. Ну люди Новый год, они как бы все шумят. Каждый год происходит, очень поднимает настроение. Многие люди ждут постоянно, выходят на улицу ради этого. Может даже в какой-то степени сближает людей, не знаю. Вы не считаете, что это очень опасно, особенно вот с детьми, если люди это запускают? Опасно, да. Но можно, например, как-нибудь повысить уровень безопасности, я не знаю. Думаю, это празднично, это нужно делать. А вот то, что шум и доставляет дискомфорт людям? Ну, одну ночь можно и порадоваться. Не всем же дискомфорт достается. Было бы круто и классно, наверное, их запустить, но с соблюдением правил безопасности. Наверное, так. А вы тратите на это деньги? Нет. Да. А сколько примерно? Ну, примерно. Сейчас фейерверки стоят дорого. Ну, наверное, тысяч... тысяч семь можно потратить на это. Наверное, вот так. И не жалко денег? Ради такого эффекта не жалко. Один раз в год можно потратить. По данным нашего вопроса, можно сказать, что тверичане положительно относятся к пиротехнике. Особенно в новогоднюю ночь. Но все хорошо в меру и с соблюдением норм безопасности. Стоит отметить, что традиционное новогоднее развлечение вполне может повлечь и неприятные последствия. Если нарушение правил использования пиротехники или правил пожарной безопасности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, то будут применяться статьи 218 и 219 УК РФ. И человеку может грозить до 7 лет лишения свободы.